Президент Кыргызстана Конец цитаты. Сегодня вечером мы поговорим о тесной взаимосвязи двух братских народов с представителем общественного объединения Ассоциация Казахов Кыргызстана Лазат Хайзиевой. Здравствуйте, Лазат Далиевна. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Ну, политика политикой, и нас больше, наверное, интересует, как казахи и кыргызы живут практически вот у границ друг у друга. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия Ассоциации сейчас проводятся для того, чтобы сблизить культуру и узнать какие-то культурные особенности и традиции друг друга, потому что во многом они же схожи. Да, я думаю, самый близкий народ – это казахи и кыргызы, думаю. У них, у нас и культура, почти все одинаковые, язык, там некоторые буквы только лишний казахский алфавит, пять алфавитов, пять букв, да. А так, думаю, у нас и язык одинаковый, и традиции одинаковые, думаю. Мы в основном… В этом году мы провели 90-летие писателя, недавно прошел. 175-летие Абаях-Намбаева праздник большой был. Наурус проходит, почти у нас Наурус одинаково. У нас в Киргизстане 21-е, в Казахстане 22-е марта Наурус большой праздник. Ну, сейчас, я так понимаю, к Наурусу идет активная подготовка. Да, активная подготовка идет. И в этом году закрытие Абаях-Намбаева. В прошлом году просто пандемия была, и не могли закрыть, закрытия не было. В этом году скоро наурус закрытие будет. И вот такие большие праздники проводим диаспора, казахский диаспор, что в Казахстане большие праздники. И у нас тоже мы стараемся эти праздники проводить здесь активно. Участвуем. Вот эти праздники, которые вы здесь проводите, и мероприятия, на них же собираются не только представители казахского народа. Но, я так понимаю, с активным участием и каргызов, и всех народов, живущих в Кыргызстане, вот эти все праздники объединяются под эгидой двух братских народов. Ну, все диаспоры собираются, проводим такие мероприятия. В интервью одной казахскому изданию Садыр Джапаров отметил, что если поставить каргыза и казаха рядом, то вы нас друг от друга не отличите и не поймете, кто каргыз и кто казах. И на основе этого хочу вспомнить такую историю. Я учился в Санкт-Петербурге, и там был праздник Норус. И как-то так получилось, что никого рядом не было. И в метро, по-моему, мы случайно встретились с казахами, и они подумали, наверное, что я тоже казах. И пригласили на Норус, когда я сказал киргыз, они еще больше обрадовались, что как бы говорит о том, что мы не просто братские народы, но и даже находясь где-то далеко за границей, мы всегда найдем общий язык. Общий язык находим. Ну, сейчас, на данный момент, конечно, бывают разные проблемы между народами. И бывает, даже у нас в Кыргызстане или в том же Казахстане, периодически возникают, может быть, на бытовом уровне какие-то разногласия. И скажите, вот по вашему мнению, такие разногласия, как можно решить и каким образом их преодолевает? Вот в частности, ассоциация казахов к Кыргызстане. Я с такими разногласиями не столкнулась. Всегда гладко, всегда хорошо. Таких проблем не было, думаю, и нету. А вот что касается культуры двух наших стран? Культуры, культуры, вот так посмотреть, почти одинаковые у нас. Ну, вот есть же какие-то особенности. Особенности есть, да. Например, у нас домбра, киргизов. Комус. Комус. И в Казахстане, и в Кыргызстане. И Акыны соревнуются в своем искусстве и сказательном. Ну, это когда большие мероприятия проводятся, на уровне даже, может быть, межгосударственных взаимоотношений. А вот на уровне, например, обычных людей, простых людей, на таких праздниках, о которых вы говорите, подобного рода состязания проводятся? Да, проводятся. Например, 175-летие Абаяху Намбаева мы провели, весь диаспору пришли, мы пели, танцевали, хотя нам уже сколько, больше лет, больше 50 лет, 60 лет, организаторам, активистам. Стараемся, чтобы весело было, и не забывать свою культуру. Вот так. А такие мероприятия, которые сближают два народа, я думаю, наурус, наурус, все народы, проживающие и у нас в Кыргызстане, и в Казахстане, помимо Бишкека, по всему Кыргызстану тоже проводятся? Да, проводятся. И как вы связываетесь, как это происходит? Ездим друг к другу, где вот диаспоры, там все написано, Иссыкуля, Ош, везде есть казахские диаспоры, свои эти, они проводят, ну, друг другом это советуемся, как обмен опытов, вот так стараемся свои казахские обычаи не забывать, культуру. Вот 2020 год был сложным годом, как и для Кыргызстана, и для Казахстана, да и всего мира, но, как вы отметили, в прошлом году не получилось провести церемонию закрытия года Абая Кунанбаева на Норус. И в этом году планируется большое мероприятие в связи с этим. Какие особенности будут у этого мероприятия? Как вы готовитесь? Я думаю, будем Абая Кунанбаева читать егошние Харас Юждерен, песни егошние петь. Ну, еще все соберутся, думаю, большой праздник будет. Все-таки 175 лет ему было в прошлом году. В этом году закрытие будет скоро. Перед Наурузом собираемся. А, это будет перед Наурузом? Перед Наурузом, ага. Ну и при этом все равно в посольстве Казахстана, в Кыргызстане, я так понимаю, там будут представители, ну, очень много гостей планируете собирать на это? Это будет большое мероприятие. А с Казахстана вы пригласили гостей? Или это будут только представители казахской диаспоры в Кыргызстане? Потому что закрыто же, таможня закрыта. Сами как-нибудь этот, думаю, организуем сами, сами проводим. Если гости будет, наверное, еще время есть, будут звать в гостей. Недавно Мухагали Махатаева, 90-летие праздник было тоже. У нас это открылся, библиотека Абайхнамбаева. Казахские книги, там столько можно туда идти, отдыхать, почитать одни казахские литературы. То есть можно подучить казахский язык, подтянуть. А вот в плане языка, литература, это же такая база, очень хорошая, для того, чтобы понять друг друга еще лучше. Ну и плюс еще, как мы отметили, выучить там, может быть, языки обоих народов. И вы сказали, что есть разница всего лишь там в пяти буквах, но есть и разница в произношении некоторых слов. Это не мешает кыргызам и казахам друг друга понимать? Нет, не мешает, я думаю. У меня снохи кыргызские, у меня в доме три-четыре нации, интернационал, можно сказать. Понимаю, никакой преграды нет. Кыргызские, спокойно разговариваем, казахские, они хорошо понимают. Ну, как будто вот вместе вот все равно самый близкий народ к казахам, это, думаю, кыргызы. Мы друг другу понимаем хорошо наши обычаи, все похожие, истории похожие. А детям вы какие книги читаете? Детям у нас и русские, и казахские, и кыргызские. Они казахские спокойно, читают мои внуки, внучки. И на кыргызском? И на кыргызском, да. То есть они такие умирши. В русский школу ходят, кыргызский, казахский, хорошо читают. Можно там вместо буквы поменять и дальше читают. и хорошо получается у них. Потому что я говорю им, учу, вместе читаем казахские книги. И мне интересно. то есть, то, о чем мы говорили в начале нашего разговора, вот вопрос, который я задал про разногласия. На примере вашей семьи можно сделать такой вывод, что весь наш регион центрально-азиатский, где есть и Кыргызстан, и Казахстан, и Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, все наши страны и народы более или менее близкие и родственные, но самые близкие, как мы выясняем, это Кыргызы и Казахи между нами. Получается, что вот в качестве примера вашей семьи можно сделать вывод о том, что вот весь наш регион это вот такая смесь всех этих народов, которые могут ужиться в мире и согласии, и при этом развиваться, совместно идти там, ну, вставать на путь развития совместными усилиями. Да, можно. Спасибо большое за беседу, я напоминаю, что мы говорили о тесной взаимосвязи двух братских народов с представителем общественного объединения Ассоциация Казахов Кыргызстана Лазат Хаизиева, и это была программа «Еще не вечер», эфир Алту 24 продолжается, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова